Добрый день, друзья! В сети ширятся слухи о новой пенсионной реформе, новом повышении пенсионного возраста. Люди обсуждают опять замороженные пенсионные накопления, обсуждают отсутствие индексации работающим пенсионерам. И с этой властью мы повлиять на ситуацию не можем практически никак. Зато можем передать привет тем лицам, которые активно лоббируют все эти дела, все эти пенсионные реформы и повышение пенсионного возраста. Помните, как это делала Елена Малышева? В результате огромного количества научных достижений создание антибиотиков, вакцин, препаратов, снижающих холестерин и сердечного аспирина продолжительность жизни людей увеличилось на 30-40 лет. И сегодня, когда в 55 лет женщина выходит на пенсию, совершенно очевидно, что еще 30-40 лет она проживет, не работая, и с этим что-то надо делать. Честное слово, я кроме злорадства ничего не испытываю, когда вижу вот это. Вот что сказать, кто чем занят, а я нахожусь в машине скорой помощи. Прекрасные доктора, девчонки. Почему я в скорой помощи? Потому что первый раз в жизни у меня поднялось давление. Контролируется давление. Контролируется. Представьте себе, первый раз в жизни у меня был гипертонический кризис. Малышевой нет и 60-ти, 58 лет. У нее гипертонический кризис. А как же еще 30-40 лет пожить? Как же так? Ведь придуманы же антибиотики, аспирин. Если бы Малышева жила не в Москве, а в каком-то отдаленном регионе, то скорая могла бы и не успеть. А в некоторых регионах скорая бы вообще не приехала. И как ты смеешь рассказывать про долгую счастливую жизнь на пенсии? Но ничего, свои 30 серебряников отработало и можно помирать. Может, этот пример кого из них и образумит. Первое, немедленно продлить пенсионный возраст до 67, так как это сделано во всех цивилизованных странах. И второе, те люди, которые оказались на пенсии и жаждут найти работу, переобучиться, жаждут просто общаться. Их надо объединить в специальные клубы, потому что мировая экономика использует объединение пожилых людей в клубы дневного пребывания. Вот эти люди у меня снизили давление. Но все равно сказали, что надо ехать в больницу. И я не сопротивлялась, хоть и не хотела. Правда, девочки? Я говорю девочки, потому что с нижностью любовью я отношусь к людям, которые работают в нашей профессии. И, конечно, на скорой помощи. В общем, еду в больницу. Первый раз в жизни давление было 200 на 130. Это к вопросу о профессионализме Малышевой. У нее гипертонический криз, она еще и в больницу ехать отказывается. Сразу видно, верит в отечественную медицину. Скворцова, Малышева, Голикова – команда мечты. Будем здоровы просто навсегда. И это, между прочим, речь про Москву. Тут на здравоохранение тратят денег мама не горюй. Сразу вспоминается глава регионального пенсионного фонда, который предлагал всем жить и работать не менее 80 лет. А сам умер в 59. Цитата. «Сегодня стоит задача не только принять поправки в пенсионное законодательство. Нужно реализовать задачу 80+, чтобы достичь необходимой средней продолжительности жизни. А это вопросы демографии, создания условий для занятий физкультурой, спортом. Ведь самое главное – это здоровье». После этих слов чиновник прожил полтора месяца. И эти люди учат нас жить, принимают законы, обосновывают реформы, продвигают их в массы. Для этого у них есть доступ на федеральный телеканал и у той же Малышевой, чтобы она своим зрителям, зрительницам, а особенно пенсионного возраста, влила в уши, что «ребята, надо жить здорово, надо жить здорово на пенсии, будете жить долго, нет ничего страшного в том, что бедно». Это просто откровенное издевательство над населением. Вдруг выясняется, что пенсию-то практически не повышают. Обещанную тысячу рублей больше половины занимает индексация, а никакое не повышение, то, что мы разбирали в одном из прошлых роликов. Друзья, это просто бардак. Надо держаться вместе, только вместе мы сила. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, на наш телеграм-канал, ссылки найдете в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Ваша активность помогает распространить правду. По возможности поддерживайте нас донатами. Жду ваших комментариев и до встречи уже завтра. Пока!